Дорожное движение Дорожное движение Дорожное движение Дорожное движение Кроме того, если ты взял кофе, ты можешь здесь целый день сидеть и сидеть в своем интернете или делать домашние задания. У меня сын, например, в кофешопе проверяет домашние задания своих студентов. А многие кофешопы из-за этого зайти невозможно. Они там сядут со своими лэптопами и уже выпить негде благородного напитка. Вот. У него там пачка домашних заданий, он все-таки проверяет. И отдыхает, скажем, пока. Вот паренек, пожалуйста, с лэптопчиком ходит. У него тут такая стаканюшечка, лэптопчик. Вот так они тут выходят. Мы заказ еще не сделали. Тут очередь. Очередь, смотри, что говорится. Вот еще один перемастился с лэптопчиком. Это обычное дело. Тут нормальный человек, который просто выпивает, и найдешься. В другом углу. Вот тоже так засели. Будут теперь несколько часов там сидеть. А сесть человеку, который просто хочет кофейку негде. Вот, друзья, это ванила латте. Говорят, что вещь хорошая. Калорийная. Но без сахара идет. Поэтому так вот мы... Ой, е-мое. А это что ж такое? Это называется пиннеколада. Пиннеколада. Что, с пиннеклом каким-нибудь? Нет, она такая сладенькая. Сладенькая. Обычно добавляют алкоголь туда. Вот это новогодняя кофточка. Обещай, что только кофточка. Только показывают только кофточку и стаканчик. Значит, стаканчик. Хозяйка стаканчика скажет нам, что там. Кто это? Капучино. Капучино. Капучино, капучино. Точно капучино. Так, я сниму еще эту новогоднюю штучку. Сейчас я покажу. Так, вот. О-о-о-о. И вот эту вот новогоднюю штучку тут вот эту вот. Ой, какая красивая. Это мой праздничный капучино. Можно рассыпать? Праздничный капучино. Мы с вами, друзья, видим витрину магазина Surf Life. Там все для серфинга. И здесь совершенно очаровательная табличка, которую я захотел вам показать. Значит, они говорят так. Если ты без обуви, без рубашки, там, без юбки. Никаких проблем заходи. В каком виде есть, в таком и заходи. А то некоторые, знаете, выпендриваются. Ну и опять же, друзья, все-таки Новый год. И Крисмас, да, Рождество. То есть, как-то это в витринах представлено. Особенно, когда внутрь заходишь. Там елки могут стоять у людей. Еще праздники, знаете, красные. Всякими скидками. Вот, говорят, пожалуйста, заходи. Все за 16 долларов и меньше. А так вообще, говорит, второй, когда берешь, 50% со второго скидывают. Вот, вот, тоже елочка. Вот еще и так украшают витрины. А тут у нас, пожалуйста, скрипач, можно сказать. Хотя, такой еще, если он на пиле играет в данном случае. Вот так народ тут закусывает очень в такой интимной обстановке. Хотя, запах такой марихуанкой перепахивает. Не знаю, может, на улице кто ходит. А это вы видите, друзья, памятник, поставленный всем солдатам и матросам, которые вот из этих мест, из Санта-Крус-Каунте. Поставлено в 28-м году. Так что он такой, можно сказать, универсальный такой памятник. Мы смотрим на девочек, которые гуляют по Даунтауну. И сейчас они повернутся. И, значит, оказывается, девочки ходят для того, чтобы отвечать на вопросы людей. Вот они ходят и, как бы, вот, гостеприимство, вот они, информационный сервис такой. Это, друзья, информация о том, кто создал вот этот памятник. А вот и сам Пенделум, он же маятник. Вот теперь можно задуматься о том, к чему бы это все. Где же это? Где же это распродажа до 75%? А это магазин, который называется Форевер Твони Ван. Форевер Твони Ван. И вот находящийся через дорогу магазин ГЭП пытается ответить как может. Но, конечно, не так убедителен. У них только до 60%. А вот тут много вывесок на магазинчике. Я хотел вам показать. Да, либо веди себя хорошо, либо проваливай. Так, вот. Это магазин светильничков. Мы, не заходя так, просто с улицы, посмотрим. Есть такой термин window shopping. Да, то есть, когда ты как бы делаешь покупки, ходишь за покупками вот так в окошечке. Ну да, началось все с window shopping. А закончилось вот внутри. Да. Продолжение следует... Такая вообще панорама магазина. Из этой буддийской позиции, друзья, я прощаюсь с вами в построждественский день, и мы расстаемся, до следующих встреч.